От Суакхима привезли уголь У нас уже был один корреспондент Вот они еще делают Опоздал, некогда было За вами охаянными, говорит, гоняюсь Как я на штатке на рысаках То, что вы не успели, говорит, попы сделать За вас доделываю Вот в интернете-то не бываешь Это плохо В интернете-то не работаешь, не видишь ничего Копаешься тут, как червяк Где-то здесь Сегодня выступление дали Запомни, Константин Пархоменко, протеерей Преподает там где-то в семинаре, что ли Полностью весь Ветхий Завет отрицает Все это официальная позиция патриархии, фактически Это все басни называются, басни еврейские Захват земли и прочее, это все они выдумали под истерийским пленом Это астерийские басни они приняли и написали Его никто не отлучает, ничего А я интересно Это мы слушали еще в 70-х годах Во всех брошюрках этичка говорили, что это выдумка все Одно брошюрка, другое дело это в храме говорит В храме иконы висят И спроси, а кто из тех, кто на иконах так понимал, как ты? Когда написано все писание богодухновенное, а во что верить? А это сказали историки Какие историки? Почему историкам верить, а не верить Духу Святому? И как причащаться? Люди говорят, мы думали, что волк вовещая шкурит А тут оказался сатана под рюзой И там баптисты все поднялись на него Интернет очень много дает сегодня тем, кто понимает По чем уголь то? А? Уголь по чем спрашиваю? Тонна 3 300 Что он говорит? 3 300 тонна 3 300 И привоз 1800 А привоз за сколько? 1800 А по куда он ехал? Ну хоть по куда, с Буканки Ааааа С трассы Ну да Нет, они сюда ехали через Корчино А тут из Корчино откуда выезд по мосту прошли? Да Да Меня интересует проезд через мосты вот эти Первый-второй мостик Надо плату поставить Там, наверное, столько было потратил Уже Прямо показывают концерты В храме там дискотехи все устраивают На сценах Там же священники стоят Там же священники стоят И сколько тонн выписал? Четыре 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 Да 15 тысяч Ну, наверное, неплохой уголь-то Зимой узнаем Понятно Понятно Да, человеку много ли надо? Как говорил, говорит, Иван Андреевич Кровов После пятого блюда Вставал, вздыхал и говорил Много ли человеку надо? А его оставляли дальше И говорит, стихи считать будет там Пушкин Да нет, у меня дома стерляжья уха И мы все бы не имели А под землей-то не бываем, где шахтеры Бедные, как они там? Ни света не видят, взрывают Как подводная лодка Шахтеры подводная лодка чем-то похожи Одни под землей, другие под водой Вот так Пришел я сегодня 7 августа А у нас вон еще одна лопата есть А негде становиться Володя сейчас был Я встретил и говорю А что не кидаешь? А там негде становиться, говорит Работников-то подняли сколько Я могу освободить Ладно Не будем мешать Я все равно тут зимой не греюсь, не прихожу И все, обратно замерзает Вот так вот Я зимой не греюсь И все, обратно замерзает Так хорошо Батюшке интересно Вон там, вверху Ласточки свели гнездо над дверьми Окошко заскакивает на двери Прямо туда Ну а ласточка вылетает То ли вылетает, то ли нет Ну свела же здесь Вон Игоря Я посчитал От родителей 5 Птенцов 7 7, а у него 8 58 гнезд 7 и 8, 56 То есть 600 600 почти птичек может быть у Игоря На складе Богатая потеряевка Все тут есть Все, везде Березы белоствольные Как футболиста пели Спросили в Москве Что больше всего понравилось Он ответил Березки Эх, какие они А мы привыкли Даже нужды нет Вот батюшка Сколько насадил Он любит березы В прошлом году 400 литров В прошлом году В этом году Березовки только взял Поеду сейчас Виталия Поведывать Что-то батюшка зовет меня Что-то я ему потребовался Что-то я ему потребовался А вот если большой лист железа тут был бы, легко было брать. А где ты взял это? Это с огорода. Так он еще не дозрел. На, покушай. А был бы еще слаще. Этот здесь вырос. На нашей земле. Мне Серафима угостил. На еще один. Серафима? Да. Дала мне половинку. Вот это да. Благодарю. Хотел поехать виталия снять. Меня тронули. На арбузы. Вот на Серафима живет. Плотникова. А Марина Демасвеновна в Греции. Были мы у них очень приветливые. А сын ее, там Дмитрий Устинович. Вот как интересно. Устинович. Как песня какая. Какие имена были. Так он нас пока не посадил там на корабль. Все с нами поехал и все. Как для нас это было дорого. А когда в Грецию приехали, так он встречал нас. Поехал на велосипеде. Провехать немножко тут Виталия и угостить его. Мне два пластика дали, а я один отвезу ему. А то он один работает. В башлыке вздыхается. Это храм. Я на велосипеде еду. Вот и батюшки на стенах. Ограда. А это рядом все батюшка покастил. Батюшка, отец Аким. А это склады барабаша Игоря Александровича. Он сегодня вторник, молочный день. Поехал с продуктами, сливками торговать молоком. Там знают его, священники где заказывают. Вот он прям на дом заезжает. Я с ним ехал как-то и видел. Вот. Иди туда! Э! Ко мне! Подойди! Серафима Горелина угостила батюшку арбузом. А он меня, а я тебя. Во славу Божию, давай ты без башлыка. Вообще отлично. Ну ладно. Идет работа. Чтобы Игорь на тебя не жаловался. Если будет жалость, а то и неприятно будет. Я пошел тогда. А я еще тут. Невольно-то нужен. Ну и все на этом. Складе.